В данном видео представлены приемы проектирования шинопровода на платформе Revit 2015 в соответствии с каталогом шинопровода E-Line KB. Стандартные элементы шинопровода позволяют собирать шинопроводы сложной конфигурации. Существует система кодирования заказов, учитывающая материал, из которого изготовлен шинопровод и номинальный ток. Имеются специальные типы названия стандартных модулей шинопровода. Стандартные модули могут быть прямолинейными, имеющими постоянную длину, и доборными, которые могут быть переменной длины. Поворотные секции могут иметь настраиваемые размеры, что отражается в их маркировке. Разработанная нами технология позволяет проектировать шинопровод, легко менять трассу шинопровода как в горизонтальной плоскости, так и по высоте. Легко строятся пересечения и поворотные секции. Поворотные секции просто присоединяются друг к другу, при этом учитывается направление тока. Секция присоединяется всегда стороной со стрелкой. После установки секции ее необходимо повернуть в нужное положение, нажав на круглые стрелочки. Поворотные секции можно соединять как с прямолинейными участками, так и между собой. От поворотной секции можно продолжить построение прямолинейного участка. Драссу шинопровода можно легко изменять, просто потянув за элемент. Построение шинопровода можно продолжать с любого места. Поворотные секции строятся автоматически. В зависимости от положения шинопровода и его размера могут появиться предупреждающие желтые переходы. Это говорит о том, что надо выполнить корректировку. Как видим, корректировку можно выполнить, указав аналогичную поворотную секцию, либо взять нужный элемент из библиотеки. Элементы шинопровода можно легко выравнивать между собой. При построении пересечения ребят сам предложит решение поворотной секции. Видно, что поворотные секции имеют сложную форму, но так как их размеры точно совпадают с размерами, указанными в каталоге, мы уверены, что трасса шинопровода запроектирована правильно. Вдобавок к этому мы получаем точную спецификацию элементов шинопровода. Спецификация формируется автоматически. Ненужные элементы шинопровода можно удалять, а оставшиеся элементы просто соединять между собой. Для более полной информации наши контакты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова